Приветствую вас. Я бы иногда начал бы с того, чтобы порекомендовал вам книгу Фридриха Перлза. Вот. Значит, любая книга Перлза. Кстати, возможно, его зовут не Фридрих, я бы забыл уже его имя, но Перлз – это основополучник гестальт психологии и его книги о целостном принятии и восприятии себя и партнера. Вот. Я бы рекомендовал вам почитать любую книгу по личностному направлению. То есть это может быть вот такие книжки, например, вот такая популярная книга, как «Теория личности». Да. Вот. Если не читали, то почитайте обязательно. Очень хорошая книга. Вот. Ну, это вот именно так, чтобы четко понимать, что вы из себя представляете, кто вы, а что вам нужно, какая вы и так далее. О более ценностном отношении к себе, да, потому что вот мне кажется, что, ну вот, вы себя недооцениваете немножко. Я думаю, можно почитать такую книгу, как «Я умею прыгать через лужи». Эта книга не психологическая, а это, значит, ну, просто очень такая наполненная книга. Вот. Можно предложить почитать вам Виктора Франкла для более лучшего понимания своего смысла. То есть вот то, что вы страдаете, то, что вы испытываете боль, это говорит о том, что вы чересчур на человеке концентрировались, да, то есть в нем растворялись. То есть, делали его центром своего мира, центром своего, своей вселенной. Вот. Это, по большому счету, ну, деструктивная позиция. Я рекомендовал бы вам почитать Эрика Бьорна. Вот. Ну, в принципе, любую книгу. Вот. Любую книгу Эрика Бьорна обязательно. Что касается НЛП, то НЛП нужно практиковать. То есть там читать особо бесполезно, там нужно практиковать. Вот. Но НЛП довольно легко найти в интернете. Вот. Есть достаточно, ну, четкие какие-то такие техники, которые помогают использовать их для людей. Но другое дело, что будет ли человек искренне с вами через НЛП? То есть будет ли человек действительно с вами, действительно искренне, будет ли он естественно через НЛП? Вот. Это очень другой вопрос. Это вопрос, скорее, ваших моральных каких-то принципов и моральных норм. Вот. Если вы говорите, что недавно расстались с партнером, хочу стать прокачанным психологически. Вопрос, для чего? Для чего влюблять в себя? Для повышения самооценки? Для повышения значимости? Ну, так это можно повысить и без того, чтобы влюблять в себя людей. Вот. Что касается ошибок, то, ну, тут вам уже сказали, что ошибки вы будете совершать. Ошибки – это нормально. Это развитие. То есть это и есть развитие. Нельзя. Какие бы книги вы не прочитали, все равно вы будете совершать ошибки все равно. Как бы. Вот. Базовые знания по психологии есть. Они вам не помогут, если проблемы у вас, то базовые знания по психологии вам не помогут. Сами себе помочь вы не сможете. Книги, фильмы – это для тех, кто практикует, обучается, но не для помощи. Книги вам не помогут. Вы все равно всю информацию будете интерпретировать, оправдывать в себя. И, скорее всего, демонизировать, обесценивать партнера, с которым вы расстались. И в итоге книги вам не помогут. Ну да, какие-то знания вы приобретете, но мертвым грузом они будут лежать. Понимаете? Еще раз, вся литература по психологии, все фильмы – это либо для тех, кто занимается психологией, либо для обучения, либо просто для тех, кто интересуется, то есть не заинтересован. Любая заинтересованность моментально обесценивает психологическую литературу просто на корню. То есть, если вы реально надселены на то, чтобы стать прокаченной, то вам нужно работать со специалистом. Не очень понятно, почему вы этого не хотите. Далее. Я всего лишь хотел стать мудрее и перестать страдать. Но мудрее вы от прочтения книг не знаете. Это эрудиция. Эрудиция – это знание. Знание нужно уметь использовать. Уметь использовать знание возможно научить только другой человек. Далее у вас идет как бы обида. То есть, напомню, спасибо. Сама поищилась, никто не ответит. Вы обижаетесь. Обиды – это детская позиция. Детская позиция. Такая детская позиция у вас. Это уже не взрослый говорит с нами. Это уже говорит ребенок. Обиженный ребенок. Ну вот, если вы такую позицию занимаете всегда, во всем, в любом конфликте, Я полагаю, что это не есть проблема. Что вы обижаетесь. Что вы не прислушиваетесь к людям. Вот. Вопрос. А кто вас этому научил? Далее. На консультации вы приглашаете. А смысл? Ну, наверное. Наверное, психологам. Лучше знать, для чего они приглашают вас. Если мы приглашаем, значит, мы видим в этом смысл. Или вы считаете, что обмануть вас и развести на деньги – наша основная задача? Ну так, посмотрите, например, сколько денег беру я за работу. И скажите, это очень большие деньги, с учетом комиссии сайта. Чтобы я разводил людей на деньги. Вопрос. Надеюсь, ставить плюсы. Ну, здесь у вас такая, знаете, немного провоцирующая позиция. Я бы даже сказал, позиция, знаете, обиженная позиция, детская позиция. Зачем вы это пишете? Почему вы вступаете в конфликт с психологом? Почему вы гнете свою линию? Для меня остается загадкой. То есть вы хотите сами справиться с болью от расставания. Но если у вас нет средств, например, на психолога, так и скажите. Это будет честно хотя бы. А если средства есть, но нет желания, так и скажите, что консультации мне не предлагаются. То есть я не хочу консультироваться, я хочу вот не столько книги. Но это тоже справедливо будет. Это ваш выбор как бы, да? Но сделайте этот выбор и адекватно по-взрослому покажите его нам. А не то, что вы вот здесь как-то вот пытаетесь обижаться на людей, которые вам посытит это дело никто. Я уже молчу о том, что вы не цените труд. То есть я вот здесь у вас увидел дизлайки, да? То есть вот человеку поставили дизлайк. Вот. Ну окей, он не дал вам ту информацию, которую вы хотели. Вот. Но повод ли это ставить ему дизлайк? Тут только оттоки из-за того, что вы обиделись. Ну. Знаете, взрослые люди, вот взрослые люди так себя не видят, как они. Вот. Если эти люди нацелены на результат какой-то. Да? Вот. Вот так. Так, я думаю, может можно вам ответить на вопрос, на ваши. И в заключение хотелось бы обратить ваше внимание на такое противоречие. Ну, на мой взгляд, противоречие. Вы хотите, чтобы мы порекомендовали вам книги, там фильмы, литературу, да? По психологии. Но при этом самих психологов вы обесцениваете, опять же, как людей, как специалистов. Ну, вот в теории, например. Вы можете провести одну консультацию, да? Чтобы специалист с вами поговорил. Понял, какая у вас проблема. И примитивно вам порекомендовали литературу, если сочтет нужным. Понимаете? А вы не задумывались о том, что вот может быть, может быть, мы, как специалисты, посчитаем, что литература вам советует вредно. Ну, вот, навредит вам это. Вы готовы принять такую позицию? Скорее всего, нет. Почему? Потому что у вас есть ожидания. Чем эти ожидания продиктованы? И в кем? Большой вопрос. И почему эти ожидания, а точнее разочарования в ожиданиях, вы проецируете на нас? Подумайте об этом. Я специально свой ответ начал с литературы. Вот. Я полагаю, что я вам ответил, да, на ваш вопрос. То есть литературу какую-то дал, а после могу высказать свое мнение по данному вопросу. Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.